Тим Шефер Тим Шефер Здесь все настолько мило, волшебно и просто прекрасно, что забываешь о любых невзгодах. Как, ну как удается этому человеку создавать такие уникальные и восхитительные игры? Broken Age красиво да безобразие. Если от видов декораций в недавней The Banner Saga у нас радостно тряслись руки, то здесь просто отваливается челюсть. Снова 2D, снова картины талантливых художников и дизайнеров, а этот, казалось бы, плоский мир воспринимается как самый настоящий, живой и дышащий. Внешний вид персонажей как привет из легендарной Psychonauts, чей дизайн в свое время до глубины души потряс даже самых заскорузлых критиканов. Герои раскрываются в чудесных, искрометных диалогах, где каждая интонация, каждый вздох отсылают к той или иной черте характера персонажа. Стоит ли говорить, что озвучены эти любовно нарисованные энимированные фигурки со всей той же всеобъемлющей любовью? Ненавязчивый и очень живой юмор помогает глубже окунуться в атмосферу царящего в игре волшебства. С лица просто нисходит улыбка. Внимание к деталям потрясает до такой степени, что иногда кажется, будто мир Broken Age оживает сам по себе, без участия художников и аниматоров. Богатые, роскошные декорации не похожи ни на что, виденные нами ранее. Они надолго останутся в памяти как эталон фантастических волшебных миров. Broken Age следует канонам адвенчур, предлагая множество загадок и тонны диалогов. Впрочем, ломать голову над здешними пазлами не придется. Персонажи постоянно комментируют найденные предметы, дают вполне очевидные подсказки и легко направляют нас в нужное русло. Наверное, это правильно, поскольку мы ни на секунду не задерживаемся из-за слишком уж сложных задач. А ведь с трудом решаемые головоломки вполне способны были бы пошатнуть хрупкую магию игры. Первый эпизод игры не раскрывает основных сюжетных перипетий. Все это еще ожидает нас в будущем в следующей части. Но знакомясь с двумя очень разными и в то же время очень похожими персонажами. Девушкой со странной планеты, где здоровенным монстром с радостью скармливают прекрасных дочерей, сопровождая это помпезным праздником. И уставшим от жизни пареньком, заточенным на космическом корабле, основная цель которого – держать героя в безопасности. Озвучкой Мальчугана занимался, кстати, актер Элайджа Вуд, которому мы не способны отказать в умении создавать живых и ярких персонажей. Мы можем переключаться между героями в любой удобный момент, каждый раз удивляясь резкому контрасту окружения, которое при этом вызывает одинаково искренний восторг. За несколько часов волшебного геймплея история едва успевает набрать обороты и обрывается, оставляя нас в томительном ожидании. Но ведь мы уже знаем, какая неповторимая красота ждет нас в следующей части игры. Зима сама по себе кажется всегда волшебной порой. Тут вам и Новый год, и Рождество, и трепетно украшенные елки и горы подарков. На улице хлопьями валит снег, за которым так приятно следить, укрывшись за окном с чашкой горячего чая. Впрочем, даже в теплых странах атмосфера новогоднего волшебства не дает заскучать. Broken Age пришлась в эту пору как нельзя кстати. Она сыграла на наших изнеженных праздниками чувствах, закралась в самое сердце и воззвала к тому робко притаившемуся ребенку, который все еще дремлет в каждом из нас. Это просто потрясающая игра, добрая, милая и очень дружелюбная. Она резким контрастом выделяется на фоне других проектов. Точно так же, как забавно смотрелся шарф на космическом скафандре паренька шея. Стоит ли заниматься после такого пересчетом чужих денег? Тим, за твое волшебство нам не жалко никаких сумм, а если потребуется, мы даже готовы продать тебе свои души. Спасибо за внимание и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok